Тем временем, тем временем орки решили напасть на главную цитадель гномов. Ребят, с вами Корвит, всем привет, мы находимся в Супер Ворлд Бокс, и у нас трагедия гномы, гномы, мои маленькие гномы, их пытаются убить, их тут очень много, тут очень много орков, я не хочу, чтобы это было, то есть у меня было в планах, чтобы гномы жили, поэтому мне надо гномам как-то помочь, наверное, мы сделаем что? Правильно, и еще сюда засунем гномов, чтобы они могли как-то отбиваться. По-моему, это гномы будут нейтральны, да? Или нет? Не знаю, но мы давай сюда их запихнем в очень-очень-очень огромном количестве, я хочу, чтобы гномы на этой территории жили, поэтому надо их делать много. Вот как-то так. Все, вроде бы у нас уже орки сюда не плывут, но орков здесь еще много, то есть тут еще потасовка идет. Гномы решили напасть на людей, захватили, мне кажется, это другие гномы, мне кажется, это не те гномы, на которых, ну, типа, не вот это вот раз, это, мне кажется, другие гномы, которые теперь будут воевать с вот этими гномами. Но мне без разницы, мне главное, что они отбили, в принципе, атаку орков и уничтожили здесь дома людей, вот это тоже большой плюс. Вот, а то уже как там, что будет в будущем, уже пока, это у нас гномы, да? Да, это гномы, все, да, точно, гномы у нас, смотри, отбили, все, отбили полностью атаку людей, точнее, атаку орков и вынесли все здания людей, которые здесь были. Теперь будут распространяться по этой области. Кто-то там по кому-то стреляет, кто-то там с кем-то дерется. Ладно, сегодня мы, ребят, будем делать вот здесь дичь, что именно я планировал сделать с самого начала, я планировал построить... Ой, где же эта штука была? Короче, я планировал... Это что такое? А почему все стало розовым? Подожди-ка, это у нас... Че, типа... Орки разделились? Да ладно! Прикинь, орки разделились на две расы и воюют друг с другом! Вот это, вот это поворот, которого я реально не ожидал. Ты понял? То есть даже вот здесь, по сути, в главных цитадели орки тоже разделились. То есть они, по сути, разделились на вот этот остров и на вот этот остров. О, это интересно, слушай, это интересно. Ну ладно, я хотел сделать, значит, продолжить нашу историю интересным моментом. Где-то я здесь видел, сейчас расскажу, где. Наверное, не здесь. Подожди, а где я видел это? Нет. А, вот здесь, вот. Вот, вот эту штуку мы будем строить с вами, вот. Ледяная башня, которая замораживает все вокруг. Вот я планирую построить ее вот здесь и посмотреть, что будет. Прям в центре. Вот тут я, там, и все. По идее, из нее будут выходить воины, которые, ну, я так понял, это вот эти вот ходоки. Где они? Вот эти вот. Может быть, это не они, вот, но, похоже, похоже, да, это они. Это точно у нас ходоки. Вот, посмотрим, как и что будет здесь происходить. То есть они, по идее, будут сейчас замораживать все вокруг и атаковать всех. То есть это не как, это, ну, не как какая-то цивилизация. В общем, они действуют сами по себе. Вот. Они, я так понял, не будут строить дома, никакие, ничего. То есть они просто будут постепенно замораживать область. Пока, наверное, ихнюю цитадель никто не сломает. Вот это вот уже интересно. Вот. Я думал, что построить их, когда здесь еще будут все три расы, то здесь будут и гномы, и орки, и люди еще останутся. Но так как я этого сделать не успел, вот, орки оказались слишком быстрые. Они прямо как-то резко все тут захватили. Поэтому мы делаем так. Ну, здесь уже, смотри, люди, опять же, да, и эти, и вторая раса орков, и эта раса орков. И прям посередине у нас резко из ниоткуда, буквально, возникает холодная крепость с ходоками, которые просто будут выносить часть всех. А я так думаю, что, наверное, ходоки эти, они довольно сильные. То есть, скорее всего, они прям, ну, если не самые сильные воины, то, наверное, одни из самых сильных воинов здесь. Вот. Именно почему я хотел сделать так, а не просто поставить это здание где-нибудь, например, вот здесь вот в гуще, да, потому что, ну, его тогда очень быстро сломают. То есть, я хотел вообще изначально выждать, что эльфов здесь вот все-таки сметут, останется какая-то часть, и потом просто... Да, у нас, я так понял, это, да, революция, избрали нового мэра, или что происходит? Почему, почему у нас расы отделяются друг от друга? Что происходит вообще? Что, что не так? Ну, здесь уже практически захватили, то есть, здесь осталось только 8 человек, 9, да, но здесь скоро эту область захватят, я думаю, что она станет желтой, и у нас теперь есть прям что-то очень... Ну, здесь тоже, мне кажется, область эту вернут обратно, потому что, ну, Элэй, Эльфтаун все-таки у нас пожирнее немножко, чем вот эти. И тут самый прикол в том, что деревья не помогают ни одной, ни другой стороне, потому что и там, и там эльфы. Это тоже прикольно. Так, ну, хорошо, значит, здесь у нас революция не удалась, к сожалению. Эльфы-таки посмотрели, видимо, на орков, такие, ох, ничего себе, а что, так можно было, да, давайте тоже делимся. Ну, в итоге у них ничего не получилось. Сейчас, ребят, кофеечку немножко выпью. Пока кофеечек пью. Можно поставить игру на паузу, прожать лайк, подписаться на канал, если еще кто-то удивительно не подписан. А ходоков тем временем истребили. Непорядок, непорядок, значит, сделаем еще. Истребили одну, сделаем две. Какой чековный вопрос. И немножко даже сделаем ходоков ему сюда. Побольше. Вот так вот. Я думаю, хватит. Все. А вот так, да. А как вы хотели? Будем замораживать. Будем замораживать этот остров весь. Смотреть, что вообще из этого получится. И вообще получится что-то из этого. Ну, типа, будет ли какой-то прикол от нейтральной враждебной цивилизации. Внесет ли она какую-то изюминку. Потому что, ну, вот я смотрел на пиратов. Пираты, ну, такое себе. Типа, да, они могут там взрывать что-то это. Скелеты вообще бесполезные, по сути. Ну, это типа просто скелет, который бьет все, что движется. Вот. Зомби я делать не хочу. Потому что зомби, ну, как мне кажется, как будут себя вести зомби. Ты делаешь одного зомби. Один зомби кусает другого зомби. И в итоге появляется постхаус. То есть все станут зомби. И типа, и все. А ходоков, смотрите. Орки не хотят, короче. Они просто, они не отговорят. Нет, никаких ходоков. Нам этот сериал не нравится. Мы смотреть его не хотим. А ходоки бегают, смотри. Вот они кусаются. Но они, наверное, не смогут, мне кажется, построить себе новую крепость. Единственное, что если только мне построить им крепость в другом месте где-нибудь. Даже может быть три крепости. Было две. Стало три. Вот так вот. Почему нет, собственно говоря. Так, вот эта башня. Я тоже ее, по-моему, устроил, когда играл еще на самой первой карте. Она пуляется огнем во все, что движется. То есть она прям поджигает все, что есть вокруг. Ставил вот эту хрень. Тоже какая-то непонятная фигня, которая просто автоматически все переделывает, перекрашивает, бегает по играну. Такое себе занятие. Пробовал Божественный свет. Интересная такая фишка тоже. Можно делать какое-то благословение. А на ходоков, интересно, оно действует? Она их, по-моему, убивает или нет? Короче, можно делать какое-то благословение. Можно избавлять людей от болезни, вот этого всего. Так, это у нас благословение. А, подожди. Это Божественный свет. Удаляет болезни, безумие, инфекции. Да, это у нас благословение. Благословение существует сделать их сильнее и быстрее. Коп на эльфов. Кап. Кап. И эльфы становятся сильнее. Я не знаю, это будет, ну, типа, на постоянной основе. Или это как, типа, баф такой временный. Непонятно. Есть Кровавый Дождь, который восстанавливает ХП. Есть у нас Безумие. Это делать я, наверное, пока не буду. Никого смысла нету. Проклятие. Делай их слабыми. Чума. Начать эпидемию болезни. Когда-нибудь обязательно попробуем Крабзилу. Мне интересно посмотреть, что это такое. Интересно посмотреть на опухоль. Тоже, как это все будет дело разрастаться. И на серую слизь. Но это все будет потом. То есть, пока у нас такое более-менее адекватное развитие. Когда уже дело будет подходить до жопы. Когда, допустим, одна цивилизация будет прям, ну, очень сильно доминировать. Как вот это было с орками, да. Тогда уже будем что-то придумывать. Делать какие-то интересные идеи. Вот, типа, всяких там вот этих вот зомби-инфекций, я не знаю, опухолей и так далее. Так. Что у нас, кстати? По нациям, по расам. Как у нас тут? Что вообще захвачено, не захвачено? Гномы, вижу, проиграли здесь все. Да. У них два сломанных здания. Одно здание вроде бы делают. Но мне кажется, это, ну, типа, надолго не хватит. Тут у нас гномы и люди воюют с ходоками. Тоже такое себе занятие. Гейзеры бьют. Тут, как бы, все тоже отлично. Здесь какие-то остались два домика, которые стоят, тоже ничего совершенно не делают. Но вот эти вот ходоки уже как-то более начинают распространять свою территорию. Замораживать все, что здесь есть. Вот. Делать холод. А вот мне еще интересно посмотреть, потому что температура здесь есть. Она тоже делается по месту. По месту, да? То есть, если сделаю так. Все. Типа, это я, получается, просто как снег делаю, да? То есть, я могу вот так вот заснежить. Всю вот эту территорию будет. У нас тут снег тоже лежать. Хорошо. Ну, я думаю, это пускай делают сами ходоки. Я в это влазить не буду. Что у нас вот это? Толчок. Разбрасывает существ во все стороны. Молния. Настоящая сила богов. Поджигает деревья и нагревает пиксели. Так. Ураган. Есть кислотный дождь. Огненный дождь. Огонь. Поджигает пиксели. Это у нас обычный гейзер. Это у нас кислотный гейзер. Кислотное облако. Вулкан. И лавовое облако. Такой смайлик. Так. Хорошо. Мне просто интересно, что еще можно такого прикольного замутить вот в нашей ситуации. Чтобы не особо навредить всем, но чтобы немножко посмотреть на какие-то приколы. Так. Что за монетка? Монетка бесконечность. Стирает 50% существ. Ага, я понял. Это типа отсылка к Таносу, да? Типа щелк и половины нету. Понял. Есть метеорит. Небольшой космический камень. Маня может уничтожить целую цивилизацию. Я кидал вот этот шар для боулинга. Тоже пробовал. Типа смотрел, что это такое. Просто большой шар такой падает. Несколько раз бьется об землю. И все, что попадается у него на пути, все это дело уничтожается. Вот. Луч этот тоже я пробовал. Тепловой луч. Тоже прикольная тема. Бэм. Просто можно выжигать все подряд. Забавная вещь. Что за бомбы? Антиматериально уничтожает пиксели. Вот так вот. Царь бомба. Чтобы показать Кузькину мать. Очень сильная бомба. Бомба. Вот это бомба. Напалм. Апокалипсис сегодня. Граната. Ну это просто типа бам и все. Ну типа вот так вот. Так. Здесь у нас фитильки. Это что у нас такое? ТНТ. Взрывоопасно не поджигать. А. Ну это то, что ты получается делаешь фитиль. Вот. И к фитилю привязываешь что-то. Например бомбу. Да. А. Это мина есть. Есть мина. То есть если на мину наступить, она взорвется получается? Да. Она взорвется. Ха-ха. Ну это было мне кажется логично. Ладно. Есть ТНТ с таймером. Оно тикает. Ну-ка подожди. Давай посмотрим. Как оно там тикает. Я не слышал, чтобы что-то тикало. Видимо, оно просто взрывается со временем. Не сразу. Так. Ну здесь, в принципе, я все посмотрел. Магнит там стягивать, притягивать. Существ. В пирании. Можно было бы еще сделать кучу пираний, чтобы им сложнее было передвигаться от одного острова к другому. Вот. Кстати, да. Если бы я в начале бы, наверное, сделал бы здесь много пираний, то скорее всего орки бы не захватили бы вот этот остров. Потому что они, по сути, захватили его только численным преимуществом. Если бы этого преимущества не было, орки бы этот остров не захватили. Так. Ну а что у нас у гномов? У гномов в целом все окей. Тут даже деревьев довольно много. Ну вот здесь вот, правда, нету. Давай посадим. Посадим мы деревья. Посадим мы деревья. Так, подожди, подожди. Вот так. Так. И немножко давай мы сделаем тогда дождик по всей вот этой области. Пускай пройдет дождик. Ну, как-то так. Покапает, поможет там, что-то где-то вырастет. Все такое. А мне интересно пос... Тихо. 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 Ты че? Я надеюсь, он там молниями не фигачит. Тут дождик. Цивилизация. Че у нас в итоге под цивилизацией сейчас происходит? Ну... В принципе, все осталось без изменений. Орки до сих пор доминируют. На втором месте люди, на третьем эльфы и в конце у нас гномы. В принципе, все как и было. То есть, ничего такого интересного у нас. Все без изменений. У нас есть мир у розовых почему-то с гномами только. То есть, вот эти у нас дружат с гномами. Орки. Тут потихоньку у нас идет. Ну, этих не особо много, кстати, бегает. Ходоков. Возможно, их... Что взрывается, блин? А, подожди. Вот здесь... Вот здесь что-то взрывается. Все, я понял. Это мины. Это... Ты плывешь на мины, чувак. Тебе... Тебе... Он... Он просто плывет на мину. Он просто плывет. Отплыви. Не плыви на мину. Давай вбок. Я... Я... Я спасу ему жизнь. Подожди. Стой. Я спас. Я спас его. Я спас ему жизнь. Все, плыви дальше. А я молодец. А я молодец. Сюда хотел? Иди. А, ты хотел не сюда. Ты хотел сюда, да? Бенч, бенч, бенч. Это гномы здесь бегают. Это гномы такие с щитами, с молотами. Смотри. Мне кажется, наверное, по войне, что касается захвата именно территории, наверное, гномы самые сильные. Ну, то есть, они самые такие у них. Высокая. Высокие показатели брони, наверное, и защиты у гномов. Потому что по ним просто, ну, как бы сразу видно, что это... Что это ребята, которые могут за себя постоять. Опа. Опа. А тут смотри. У людей, значит, появился какой-то замок. Так, где моё кофе? Что-то я сегодня прям на кофе, ребят, весь день кофе пью. У людей появился замок. Интересно. Событие интересное. Естественно, никак я его прокликать не могу, чтобы посмотреть, что это... Что этот домик вообще даёт. Вот. А у эльфов ничего не появляется. А, нет, смотри, появилось. Почему не появляется? У эльфов появился вот... Вот это вот здание. Появилось. Хотя вполне возможно, что это главная цитадель. Скорее всего, да. Ну, типа Таунхолл, скорее всего. Похоже. Похоже, по крайней мере. Вот. Здесь всё плохо. Ну, как плохо. Тут, в принципе, 50 человек живёт. 50 эльфов. Это, в целом, не особо так и плохо. Это вполне себе нормальная такая цивилизация. Но здесь нету дерева, поэтому... Давай-ка мы, наверное, эльфам поможем. Они у нас самые бедные. Бедные эльфы. Мне прям их так жалко. Они прям дико страдают. У них всё очень плохо. Их постоянно щимят. Постоянно их пытаются убить. Постоянно пытаются стереть их в порошок. Единственное, что это вот эти вот ходячие деревья, которые им буквально, не знаю, спасают жизнь. Без них они бы давно уже проиграли. Без этих ходячих деревьев. Да, вот, кстати, мне ещё писали, что если... Если цивилизация строит шахту, То камень и руду, и золото им можно больше не ставить. Но вот здесь вот у эльфов, я точно помню, Было много камня и руды. Вот. И они её всё выработали. Вполне возможно, что всё-таки камень нужно делать. Сейчас я попробую. Чисто ради интереса. Я поставлю тут один камень и посмотрю, пойдёт ли кто-то его добывать. Вот. То есть, если, допустим, его добывать пойдут, То... Это значит, что просто если будут у тебя лишние камни на территории, Это, ну, явно будет неплохо. Да, видишь? То есть, камни добывают. То есть, если, допустим, у тебя есть шахты, Это не значит, что ты можешь не спаунить больше камень Или какую-то руду. Это, ну, типа, как идёт в дополнение. То есть, у тебя есть шахта, Но плюс ещё ты можешь собирать те резы, Которые везде у тебя разбросаны. Вот. Поэтому я думаю, что это, ну, типа, один из вариантов, Почему эльфы резко стали такими слабыми. Возможно, у них закончились ресурсы, И они не могут сделать себе нормальное оружие И нормальную броню. Может быть, им стоит тогда запилить золото и руду, Чтобы они сделали себе побольше воинов или типа того. Но мне интересно именно посмотреть вот через лупу. Вот так вот. Да, видишь? Смотри, у них очень мало металлов. И очень мало золота. Трагоценные камни. Но есть камень. То есть, с камнем у них проблем нет. У них, в принципе, все здания каменные. И плюс ещё очень много у них есть камней. Есть дерево. Есть достаточно много еды. Но что касается драгоценных ресурсов, У них их, вот, видишь? Годовой доход 36. Содержание армии минус 31. И ещё плюс содержание строений. Ну, то есть, прям у них всё очень-очень плохо с этим. Вот. И металл. Металл явно здесь требуется для того, Чтобы делать новое оружие. Поэтому давай-ка мы, наверное, им заспауним металла. Тоже. Я попробую поверить в эльфов. В то, что они всё-таки способны на то, Чтобы захватить какие-то вражеские территории. Я сделаю как? Я сейчас сделаю, наверное... Хотя, наверное, и так можно попробовать заспаунить где-нибудь. Руду эту. Сейчас сделаем побольше. Вот так. Такая божественная помощь. Собирайте руду, делайте воинов, нападайте на, не знаю, людей или на орков. Выносите их и захватывайте себе заново территории. Вот. Что касается ходоков. Ходоки здесь, мне кажется, сейчас тоже скоро вымрут. Ну, то есть, эта идея с ходоками, ну, как-то не особо, видимо, вошла в игру. Хотя, их просто мало, видишь? Если бы их было бы больше... Но, с другой стороны, если бы их было бы больше, они бы очень быстро захватили этот остров. Он бы просто стал одной большой холодной льдышкой. Не, ну, вот, видишь? То есть, как бы потихоньку захватывают. Они же потихоньку ещё из этих башен спаунятся. То есть, там, со временем их будет всё больше и больше. Поставим скорость x3. Давненько надо было поставить. Что-то я забыл об этом, об этой скорости. Ладно. Так, тут у нас чё? Кстати, а, нет, вот смотри, у Гномов есть ещё какая-то руда. Они её до сих пор добывают. Есть золото. Есть много камня. Плюс у них есть раз шахта. И всё. То есть, у них только одна шах... А, два шахта. Вот, вижу, ещё одну шахту вижу. Две шахты. И всё. И больше у них, по сути, ничего нету. Но, что касается армии, у них вроде бы люди есть. То есть, у них есть там броня и всё вот это вот. О! Давай, наверное, может быть, ещё и людям здесь тогда поможем. Что у них по ресурсам? Ну-ка, давай-ка мы сейчас глянем. Ну, тоже, видишь, металла нет. Золота тоже очень мало. И камня тоже, кстати, очень мало. Давай тоже, наверное, людям немножко поможем. У нас сейчас враг это орки. Их стало слишком много. Они вообще разделились. Теперь я даже не знаю, что с ними можно такого интересного сделать, чтобы как-то победить. Ну, вот, единственное, что если только вот эти три расы объединятся и просто сделают крестовый поход против орков, тогда, да, будет какой-то толк. Так, руда и золото вам. Всё. Руда, золото есть. Добывайте, наслаждайтесь, радуйтесь. Дождик. Давай тоже сделаем дождик, чтобы немножко ускорить им процессы. Блин, слушай, тут столько ферм. Прям офигеть. А, гейзер давай сделаем. Бенч. Вместо дома вот так. Бенч. Гейзер вырос резко. И здесь тоже вместо костра. Бенч. Всё. Вот так вот. Три гейзера, которые будут обеспечивать людей водой. То есть здесь постоянно будет очень быстро расти пшеница. Это большой плюс. Дальше. У эльфов. Опа. А тут какая-то потасовка идёт. А кто тут воюет? Люди воюют с эльфами? Или чё? Чё-то я не понял. Нет. Люди воюют с орками. И эльфы воюют с орками. Всё. Я понял. Я думал, они здесь уже между собой решили опять устроить. Между... Междуусобицу. Не. Вроде как всё нормально. Здесь деревья передвигаются. То есть всё хорошо. Какого? Это что было? А. Это ведь... Это ведь... Да. Это взорвалась последняя бомба. А-а-а. А-а-а. Жизнь. Здесь жирачо происходит. Так. Чё здесь у нас за... Офигеть. А чё их так много здесь? Тут бегает прям огромное количество орков, которые, видимо, защищаются от тех орков, которые находятся на вот этой стороне океана. Вот. Слушай, а если построить им мостик, они будут на этом мостик? А это чё было такое? Это уже не бомба. А что жахнуло? Что-то где-то взорвалось. Или это был гром? Непонятно. Ладно. Есть ещё одна прикольная интересная идея. Такой момент, который можно осуществить. Это сделать мостик. Ну, типа... Ну, как мост. То есть посыпать землю вот здесь вот. То есть такой тоненький проходик сделать. Вот так вот. И посмотреть в итоге, что будет. Как эти орки будут между собой драться. Вот. Но я думаю, что если это видео наберёт, давайте, 50 лайков, то я это сделаю. И уже в следующий выпуск мы будем смотреть на эпическое сражение орков. Я его прям так и назову. Это будет эпическое сражение орков в Super World Box. С вами был Корвид. Не забываем лайки, подписки. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok